всем привет привет я отправился свой первый дальняк как бы сейчас все будут смеяться а сколько километров 600 а куда в перенее да это будет прикольное путешествие но к сожалению у меня еще в гараже сломалась крепление для камеры на шлеме поэтому репортаж я буду вести с места отдыха со стоянок заправок в общем там где не нужно держать камеру в руках первая заправка первое за сегодняшний день чашка кофе едем 100 километров удивительно я боялся что мне будет очень жарко а я замерз очень-очень замерз осталось до следующей остановки час всего 4 часа остановился на как обычно и убрать попутчиков летел летел потом думаю а куда ты летишь-то дружище остановись посмотри как тут все прекрасно вот такая дорога уже сильно потеплела уже прям жарко если с утра я мерз мне аж трясло от холода то сейчас мне жарко я прям думаю как мне организовать правильно одежду чтобы не было таких температурных перепадов он погнали дальше ну вот мы и в перенеях пока это испанская сторона сегодня я доскачу до французской мотеля скину рюкзачок и рвану на французскую часть очень жаль что сломалось крепление камеры для шлема потому что конечно картинки тут потрясающе такое озеро да она того точно стоит пусть это для кого-то и будет смешной дальняк вот 540 километров проехал для меня это было испытанием внутренним в первую очередь я пожарник я боролся с собой со своей ленью со своей привычкой комфорта что поеду жарко а вдруг хочу а как а куда зачем тебе это надо вообще господи тебя выходные сиди вон жопу в море посади это было очень сложно я победил следующую съемку уже будем вести по франции ну вот так вот выглядит перенея такая трасса она ведет во францию на речке мы пасутся деревушка какая-то красота ляпота чувак на стрит 3 группа а ну поэтому то и Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем, всячески-всячески-всячески Я отказывался от этой поездки Бессознательно И очень сильно себя преодолевал То есть надо-надо-надо выйти из зоны комфорта Было страшно, были какие-то ужасы Типа там, а если что-то в дороге случится А если будет супер жарко А если колеса спустят А если что А если, а если, а если, а если Короче, в итоге просто надо было заткнуть Самого себя И рвануть по плану И вот ты когда приезжаешь Такой, да Во-первых, я прорвал внутреннее сопротивление Во-вторых, реально Ты посмотришь на места И испытываешь эмоции, которые до этого никогда не испытывал Такие дворики Блин, ни одного окурка Ни одной банки Значит так можно? Ну, это были эмоции То есть, а сейчас расскажу по факту Что в дальняке Первое, я допустил ошибку в одежде Я оделся То есть, посмотрел погоду Везде жарко Практически На всем пути И я оделся очень легко В итоге с утра Чуть не дал дуба Потому что было плюс 20 Но на трассе казалось, что все там Грубо говоря, плюс 15 Значит, второе Неправильно рассчитал маршрут Я рассчитывал остановки Каждые 100 километров Но оказалось, что нужно Меньше остановок на заправку Но больше остановок на отдохнуть Так, тут у нас что происходит? Что происходит? Ой, ой Блин, электромашина это зло Так, что-то туби-дуби-да А, это детям что-то Будет детское шоу Ну пойдем пройдемся Еще следую Это второе Третье Я забыл наличку Вроде как везде Ну, 99,9% принимают карточки Но я наткнулся на место Где, да, ок Карточки принимаем Но от 5 евро А мне нужно было купить Словно, ленту клеющую И зажигалку В итоге я докупил воды Воду мне класть было некуда В общем, был целый геморрой С этой оплатой Третье Компоновка багажа Это отдельная история Сейчас куда-нибудь сяду Расскажу Хроники дальника Значит, ночью был ураган Ливень Гроза В общем По прогнозу было Малооблачно Осадков нет Ну, собственно говоря Наверное, это малооблачно Потому что очень тучно Я прибежал за дождевиком В 9 откроется дождевик Ну и попробую на рейн-режиме Потихонечку двигаться обратно Ну, в общем, случилось Все, что случается с новичками В дороге Я попал в ливень В ураган Сейчас остановился Протереть шлем Проехал 20 километров Насквозь мокрый Просто насквозь мокрый Доберусь до солнца Буду обсыхать Я доехал до родных Пенат Это было чудовищно страшно 160 километров Дождя Но зато я приобрел Мне кажется Бесценнейший опыт Дальних поездок Все, с кем я и разговаривал По поводу поездки в дождь Мне рекомендовали Переждать Дождаться Переночевать Но Что-то меня зудила Какая-то тяга Приключения Ну, и видимо Надо подвести итоги Моего мотопутешествия Моего прохвата Моего дальника Первое С чем я столкнулся Проверяйте Вашу экипировку За день За два До выезда У меня была проблема С креплением К шлему камеры Я вот уже Только приехав Смог решить У меня была проблема С одеждой То есть Я неправильно Подобрал Это видео Видно Ну, и все В таком духе Значит, второе Очень важная История Такого плана Не верьте Прогнозам погоды Потому что По моему прогнозу Погоды Было все Солнечно Сухо Замечательно Все вылилось В дождь Шторм Ну, и все В общем Вещи, которые Мне были Крайне Крайне-крайне-крайне Удивительные И Я был к ним не готов Особенно я был не готов к дождю По причине того, что Я не был ни дождевика Несоответствующего Как бы одежды Несоответствующего Оборудования Не было Смазчика В общем Я на мокрой цепи Проехал почти 600 километров Завтра повезу Мотик в сервис Обслуживать Проверять Что там Да и как Третье Важно Вот опять-таки Про одежду Очень важно Утром Холодно Днем Жарко Вечером Холодно Мне наоборот Как думал я Потому что я думал Что я с утра Поеду по Теплой стороне И Мне будет жарко А к вечеру я приеду В страну Где Холодно И я буду Как бы мерзнуть Все получилось наоборот Мне было везде Там где На севере я был Мне была жара А здесь У нас на юге Было очень холодно Четвертое По поводу груза Я обещал рассказать Значит В видео Что Для меня было Откровением Чем аккуратнее Ты собираешь Тем больше места Старайтесь Загружаться Так Чтобы ничего Не создавало Дискомфорт В поездке Ну это я Наверное Себе даже скажу Артур В следующий раз Старайтесь Загружаться Так Чтобы ничего Не составляло Дискомфорт Тебе Ни сзади багажник Ни рюкзак Который висит То есть Я в итоге Там на полпути Останавливался Все перепаковывал Перекручивал Пересвязывал Так Чтобы можно было Нормально ехать Следующий пункт Деньги Везите с собой Кэш Куда бы ни ехали В какой бы стране Находились Может статься так Что Что-то просто Не продают По карточкам Ну и последнее Наверное Самое важное Подготовьте себя К поездке Морально Просто подготовьте Потому что Будет сопротивление Ну вот как у меня В случае было Не хочу Не поеду Зачем надо И так далее И тому подобное А это влияет На Вашу манеру езды На вашу безопасность То есть Нужно психологически Себя все-таки Немножечко подготовить Не отталкивайте Эту мысль В целом Приключения Это Просто Космос Поэтому Катайтесь Наслаждайтесь Всем удачи на дорогах Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok